здравствуйте зрители ютуба сегодня я хочу познакомить вас со своими увлечениями и если кого-то что-то заинтересует то можете писать в комментариях я постараюсь ответить либо показать какой-либо мастер-класс я недавно начала увлекаться вырезанием по бумаге ажурное вырезание теперь покажу вам какие у меня работы есть готовые это из тех что сейчас находится на руках вас на остальное у меня как-то раздарено показывает даже как смотрите это но все у меня в файлах вообще-то находится но я стараюсь вам сейчас показать без файлов просто вот на бумаге как она смотрится точно такая же лечка со цветами но вот на зеленом фоне это вот без фона но она сделана уже из другой бумаги более плотная грубая она идет и уже не простая цветная это для украшения допустим можно либо в детский садик либо каким-либо праздником таким как пасха я распечатываю схемы из интернета и вырезаем я распечатываю схемы из интернета и вырезаем их можно расположить где угодно на на окнах в основном много видела что оформляют оформления новогодние можно на мебель куда-то на зеркало смотря в каком формате она расположена что вырезано вот тоже вот к пасхе в детском саду если там или для детей детскую комнату то можно украсить еще мне очень нравится я сама попыталась сделать вырезание вот как бы вышивка идет икона матери мадонны с младенцем здесь вот видно или нет на на такой вот голографической бумаги мне очень нравится что она идет переливается очень красиво переливается вот на самом деле вот если то оно лучше видно чем здесь я вам показываю вот такие рыбки рыбки можно даже использовать мне кажется куда-либо вот сделать трафаретик если из грубой бумаги и накладывать либо в оформлении какой-то детский шкафчик либо на стене что вот краску сверху накладывать либо что-то ну какую-то основу и получается тоже через трафаретик очень интересный рисунок вот такие рыбки очень видно это все вырезание из бумаги идет вот я теперь вам покажу пользуюсь я ножом Эрик Краус это я конечно не в целях рекламы это действительно я вот сама попробовала девчонки в интернете показывают там что и ножичками вот обычными по бумаге вырезает но я попробовала просто вот оно неудобно мне не понравилось вот продаются даже сменные лезвия к этим ножам купила я просто у меня когда первый ножик купила у меня закончились лезвия очень быстро тупятся и когда у меня закончились они так получилось что и точить я их не умею эти ножички и вырезать хочется поэтому сходила в магазин спросила следующий раз зашла и завезли я очень удивилась их там десять штук вот это дополнительные упаковочки стоит она пятьдесят восемь рублей вот эти дополнительные насадочки а вот это сто семьдесят восемь даже подписано еще я использую купила вот такую вот это я в электронном магазине взяла для того чтобы вытаскивать какие-то элементы тоненькие которые не могу захватить руками пальцами я стараюсь пинцетиком тоненьким очень у меня дочь его уже и в других целях использует конечно но тоже чтобы бумагу оторвать я купила такой досточка она силиконовая уже видно что уже пошел она вторая досточка так гнется но может туда глубоко входит когда тоненько-тоненько туда очень хорошо входит и тем не менее они тупятся но вот эта вот большая очень и поэтому если я куда-то поехала и не захотелось взять с собой что-то из вырезания то мне неудобно ее брать с собой поэтому я попробовала купить вот такую досочку планшет называется теперь пользуюсь им нравится она конечно более жесткая но терпимо здесь пристегиваем сюда листочки давайте сразу вам покажу я делаю несколько несколько листочков сразу прокалываю по краям вот сразу видно степлером в нескольких местах и чтобы не двигалась она нужно ну перехватываю перехватываю здесь и начинаю вырезать видно уже здесь что уже начато вырезать и еще такой момент для того чтобы вот не испортить допустим вот соседние какие-то рисунки вот вот здесь вот если мы начнем вырезать вот отсюда потом вот здесь вырежем потом вот здесь вырежем где-то а потом уже между ними начинаем вырезать то получается что мы можем очень сильно испортить свою работу и может быть так что уже ее не использовать никуда поэтому нужно по порядку вот взяли мы отсюда вот вырезали допустим вот этого зайчика все детальки одно за другой рядышком которые идут рядышком рядышком вот эту вырезали допустим ну или от центра вот давайте лучше от центра возьмем вот глазки вырезали потом вырезали вот здесь вот рисунок снова рядышком вырезаем вот эту часть вот эту часть и рядом 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 для того чтобы не портить не испортить свою работу в общем вот показывать я сегодня что буду как я вырезаю или отдельно поэтому сниму видео сам процесс вырезания еще еще я покажу вам чем я занимаюсь вот все приготовила вот таких лошадок я еще вырезала правда у меня их не осталось потому что я их все вырезала к новому году и все раздавила даже себе не оставила то куда не пошла подарочек маленький но необычно вот лошадь вырезала красиво смотрится она либо белая на любом цветном фоне либо на цветном цветная лошадь зеленая лошадь голубую красную желтую смотрится даже на белом фоне хорошо или сочетание если желтая лошадь на красном на зеленом фоне смотрится ну нравится мне и кто у меня девочки заказывал что в подарок я делаю знакомым друзьям то они выбирают даже сами кто то фон кто то выбирается вот какого цвета само лошадку или сам рисунок вот этот ажур вырезать вот это вот заяц я делала в очень разных уже исполнениях они у меня были и красные и желтые и зеленые и голубые даже и теперь я решила вот сделать несколько их просто белых на какой-то фон в интернете высмотрела вот скандинавские сердца ну это продается трафареты пластиковые я я точно так же скопировала на бумагу и попыталась сделать такие такие бабочки вот они получаются вот такая бабочка давайте я отдельно покажу бабочка закрепленная у меня ну тоже как бы можно ребятишкам в подарок или украсить что-либо вот по скорбуллингу там открыточки оформляют то оно интересно смотрится даже в этом оформлении если где-то здесь сделать затемнение по краям то смотрится хорошо еще вот здесь есть просто одного цвета конечно они интереснее смотрятся когда двух цветов еще смотрите здесь какая труба я увидела в интернете так готовят шкатулки сами и немного подумав если делать из бобинок от скотча то шкатулочка получится такая только легонькая легонькая простенькая тоненькая я решила что ну взяла как-то попросила в магазине что осталась у них кабина не знала куда ее использовать ну взяла и сделали мы с дочерью вот такую шкатулку она еще не оформлена только еще вот если кому-то будет интересно вот так вот все зашкуривали все аккуратненько старались сделать чтобы оно было ровно и вот здесь очень плотный картон не простой картон а картон от бумаги то есть вот очень твердый он не гнется просто так он действительно будет дно если то плотное ну и в конце наверное еще покажу вам вот такие вот ангелочки мне очень нравится я сделала маме такой подружки сделала себе сделала но из тонкой бумаги он у меня зацепились оторвали оторвалось где-то в работе где-то или от головы вот как музыку ветра делают точно так же можно сделать вот эти вот ангелочки их несколько штучек три штучки допустим сделать на таком расстоянии за ниточку прикрепить вот от руки и до ангелочка до следующего между ними еще идет вот такая звездочка и оно красиво смотрится нежно если приклеить куда-то вверх над головой между дверями или на лампочку и от воздуха они двигаются крутятся очень плавно очень нежно ну и вроде все что я вам хотела на сегодня показать будем надеюсь встречаться еще с вами спасибо за внимание до свидания до свидания Продолжение следует...